Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Дачный сезон прошел, а больших автобусов на дорогах Барнаула по-прежнему не хватает. В чем причина? Теплая одежда, спальники, каши, 80 кубометров гуманитарного груза из Бийска отправили Олейской бригаде в зону спецоперации. Краевой театр «Кукол-сказка» впервые номинирован на «Золотую маску». Какой спектакль удивил жюри престижной премии? Педагоги, медики, чиновники могут больше не прививаться от коронавируса. Главный санитарный врач региона Ирина Пащенко подписала документ об отмене обязательной вакцинации от COVID-19 в Алтайском крае. Обязательный порядок прививки распространялся также на работников сферы торговли и услуг, ЖКХ, энергетики, полицейских и других. И действовал он с июля 2021 года. С октября, когда сфера здравоохранения еле справлялась с волной заболевающих, к этому списку добавили пожилых людей с хроническими заболеваниями и волонтеров. Однако этой осенью Минздрав отменил обязательность прививки. Большинство сейчас переносит COVID-19 в легкой форме, а в пиковые моменты число вновь инфицированных уже не приводит к коллапсу. На Яровое, возможно, будут летать самолеты. Такая информация появилась на днях в СМИ со ссылкой на исполняющего обязанности главы города. Как нам стало известно, у потенциального авиасообщения в Яровом есть всего один вариант – взлетная полоса местного предпринимателя Валентина Чеканова. Больше в городе-курорте нет подходящих для посадки самолетов. Исполняющий обязанности главы города Владислав Шилов пояснил, что летом в Яровом работала комиссия Минтранса и учреждение по развитию малой авиации. В планах властей связать летним авиасообщением Кемеровскую область, Республику Алтай, Барнаул, Яровое. Последний год от года бьет рекорды по туристической привлекательности. Этим летом там отдохнули 130 тысяч человек. Зажать самолеты в сам город-курорт было бы удобно, однако что решит комиссия – неизвестно. По словам предпринимателя, к существующей полосе есть некоторые замечания. Для регулярных рейсов совершенно другие требования к площадке. Нужно, чтобы она была огорожена, чтобы был охранник. Не хватает немного длины полосы. Если будет летать Л-410, то надо 1200 метров. У нас она 700 метров. Но это все решаемо. Но предприниматель подчеркивает, что заинтересованность в авиасообщении на местах есть. И если выделять деньги, то летать в город-курорт будут. И этот факт откроет новую главу в истории Ярового. Прежде самолеты там никогда не садились. Малая авиация функционировала лишь в соседнем Славгороде. К другой теме. Тем временем жители краевой столицы жалуются на катастрофическую нехватку автобусов большой вместимости. В частности, 60-го маршрута. Пассажиры вынуждены пробиваться в переполненной маршрутке. Почему уже несколько месяцев профильный комитет не решает проблему. И почему барнаульские пассажиры со страхом ждут зимы. Расскажет Валентина Аскерова. А детей бедных трехгодовалого взяли на руки. Пятилетний стоит. Придавили его так, что он заревел. Таковы будни в барнаульских маршрутках. Галина Воробьева вынуждена пользоваться услугами 60-го маршрута. Возит супруга на лечение в поликлинику. Одну из последних поездок женщина запомнит надолго. Автобус подошел полностью забитый. Кое-как мы вошли. Во-первых, там тесно. Во-вторых, надо встать. Я одна в проходе не встану. А надо встать. А чтобы человек вышел, надо наклониться ему, чтобы вышел другой. Вот так вот. Она ложится на людей и проходит. Стали спрашивать у шофера, почему такой автобус ходит маленький. А он нам сказал, больших автобусов нет. Хотя комитет по дорожному хозяйству города нашему телеканалу сообщил другую информацию. По их данным, ежедневно для перевозки пассажиров на маршрут выходит от одного до трех больших 60-х автобусов. Горожане между тем ощущают острую нехватку полноценного транспорта на протяжении всего дня. Особенно в утренние и вечерние часы. Некоторые жалуются на загруженность большую транспорта. Тот же 60-х. Толкучка, конечно, как селедки, бочки, как говорится. Бывает, что тесно. Бывает, что подождать приходится. Ну что ж, не без этого. А сейчас какой ожидаете? 60-й. Сколько уже ждете? Ну, минут 10. Норматив ожидания у 60-го маршрута 8-16 минут, пояснили в профильном комитете и добавили. Чтобы соблюдать интервал, комиссия по организации пассажирских перевозок установила максимальное количество автобусов 60-го маршрута. В зимний период с 18 октября по 16 апреля должны работать 8 автобусов малого класса и 16 автобусов большого класса. Однако, в связи с отсутствием достаточного количества водителей автобусов большого класса, увеличить выпуск указанного подвижного состава в настоящее время не представляется возможным. Получается, горожанам остается только мечтать о большом просторном транспорте и со страхом ждать зимы. Времени объемных курток и шуб, времени, когда войти в общественный транспорт, особенно в часы пик, будет еще сложнее. Уехать смогут явно не все желающие. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Несколько тонн гуманитарного груза отправлено из Бийска Олейской бригаде. Спальные мешки, теплодежда, каши быстрого приготовления пригодятся нашим бойцам в полевых условиях. Тему продолжит Ирина Корчагина. Палатки, накидки, спальные мешки – все готово к отправке. В ближайшее время бригада из Олейска получит эти вещи для жизни в полевых условиях. Палатки, которые укроют от дождя и снега полторы тысячи человек. И накидки, сшитые по специальному заказу с учетом предложений участников спецоперации. Над всем этим трудились работники алтайских предприятий по заказу фонда Александра Прокопьева. Вроде бы очень даже хорошо сделано. Так, сколько их получилось? Их тоже 500. В машину загружают продукты быстрого приготовления. В рюкзаке они занимают мало места и приготовить их можно прямо в полевых условиях. Это каши, гарниры, супы. Более 60 тысяч порций. Одна из местных кондитерских фабрик изготовила чай и кофе в пакетиках. В общей сложности было закуплено за счет средств фонда Александра Прокопьева на сумму порядка 5 миллионов рублей всей этой продукции. Люди тоже готовы помогать нашим землякам в зоне боевых действий, но не знают, как доставлять туда посылки. Узнав, что депутат Госдумы Александр Прокопьев отправляет фуру с гуманитарным грузом, попросили захватить их подарки. Например, 30 килограммов меда. Его со своей пасеки передала жительница Барнаула Светлана Горбунова. Ко мне в Москве обратились женщины, которые занимаются в Государстве Думы организационными вопросами, документооборотами. Говорят, мы знаем, что вы были в Луганске, хотим тоже помогать и купите что-то для наших ребят. Передали 46 тысяч рублей. Вместе решили, что купим на эти деньги сигареты и конфеты. Елена Николаевна, Людмила Анутаевна, передаю ваш подарок для ребят от ваших друзей, родственников. Объем фуры, которая сейчас полностью загружена, 80 кубометров. Она пройдет 4000 километров и уже через несколько дней наши парни смогут почувствовать поддержку своей малой родины. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. На месяц позже обычного. 1 ноября стартовала осенняя призывная комиссия. Правда, продлится она, как обычно, до 31 декабря. Первые отправки новобранцев из Алтайского края состоятся уже на этой неделе, 9 ноября. Они отправляются на краевой сборный пункт в город Барнаул. Отправились и в течение дня, либо сегодня, либо завтра, ну максимум 2-3 дня они будут отправлены, уже вооруженные силы по частям распределены. Но распределение происходит там, на краевом сборном пункте в городе Барнауле. Во всех военкоматах края призывная комиссия работает практически в ежедневном режиме. Кандидаты на срочную военную службу после прохождения медицинского и психологического обследования получают заключение о годности к призыву. При этом половина призывников отсеивается по состоянию здоровья. Большая часть новобранцев отправятся в учебные соединения и воинские части. После обучения их отправят в учебные части для тренировки с современными образцами вооружения и военной техникой. Напомним, ранее в Генштабе заявляли, что срочники не будут направляться в зону спецопераций и проходить службу в новых российских регионах. В Молтайский край приехали маленькие жители Славяно-Севбского района ЛНР. Это дети, страдающие хроническими заболеваниями. Спустя несколько лет они смогут получить полноценную медицинскую помощь. Подробнее в сюжете. Здравствуйте, здравствуйте. Как вы доехали? Да ничего, нормально. Отлично, а как у ребят настроили? Ничего, улыбаются. Они проделали непростой путь от Луганской народной республики до Алтайского края. Этим ребятам от 10 до 16 лет, и они никогда не покидали свой район. Последние 8 лет маленькие жители Славяно-Севбского района ЛНР не могли получить даже полноценную медицинскую помощь. У каждого хронические заболевания, которые с годами только усугублялись. Данил Бессарабов сам не раз бывал в Славяно-Сербском районе, поэтому решил помочь ребятам. Организовать для них лечение в санатории Белокурихе. Мне бы хотелось, что дети, которые за все, по сути дела, всю свою жизнь, ничего хорошего, кроме, понимаете, вот этих переживаний за близких, за родственников, за свою судьбу, ничего не испытывали. Встретили здесь радушие, добрый прием. За этот путь они посмотрели половину нашей родины, и южную его часть, и Урал, и Сибирь. И они с каким удовольствием рассказывали, что Волгу видели. Представляете, сейчас проедут через Обе, доберутся до наших гор. Веселые старты, экскурсии, прогулки по Белокурихе. Три недели ребята будут не только отдыхать, но и учиться. Для них предусмотрена образовательная программа. Кроме того, дети будут проходить оздоровительные процедуры, и, что немаловажно, пройдут психологическую реабилитацию. Процедуры хорошие, не на что жаловаться. Пытание тоже отличное, изумительное даже бы сказал. Хватает, наедается, все отлично. Сейчас в санатории отдыхает более 200 ребят со всей страны. Педагоги уже успели пообщаться с детьми из Славяно-Сербского района. Такие же счастливые, отзывчивые ребята, открытые ребята, всегда готовые на контакт. Очень легко находят язык со всеми детьми, кто отдыхает здесь у нас. А главное, здесь нет военного положения, и можно спокойно заниматься тем, чем и должны заниматься дети. Играть, учиться и общаться. Еще трех городам Алтайского края собираются присвоить звание Город трудовой доблести. Вслед за Барнаулом это будут Биск, Новоалтайск и Рубцовск. Работа уже идет, рассказал глава региона Виктор Томенко во время церемонии открытия стелы Город трудовой доблести в Нагорном парке. Напомним, торжественное событие состоялось в День народного единства. Как это было, расскажет Анна Рашагирова. Церемония открытия стелы Город трудовой доблести, несмотря на туманное осеннее утро, собрала в Нагорном парке десятки людей. Для многих из них эта история во многом личная. В военные годы, пока одни близкие были на фронте, другие ковали победу в тылу. В 1940-е годы я голодовал во время войны. Мои старшие братья, они работали уже во время войны. А я маленький, мне полтора годика было. Отец ушел на фронт, а мне есть даже нечего было. На трансмарше он работал всю жизнь, поднимал наш трансмарш. До последнего, даже уже вышел на пенсию, и все равно он был консультантом. До последней своей капли жизни. Это, можно сказать, родственник. Это свекра моей сестры. К слову, именно трансмарш в 40-х изготовил двигатели для танков Т-34. Больше миллиарда патронов выпустил станкостроительный завод. На фронт с Алтая поставляли не только оружие, но и продукты, одежду и обувь. Военные сюжеты сегодня украшают 30-метровую стелу Город трудовой доблести. Напомним, это звание указом президента Барнаулу было присвоено в мае прошлого года. Большая работа была проведена для того, чтобы стелла появилась на этом месте, на горном парке города Барнаула. Огромное количество людей приняло участие в процессе и восстановления исторической памяти, исторической справедливости, признания заслуг барнаульцев. Стоимость объекта обошлась больше, чем 70 миллионов рублей. По проекту московского скульптора Дениса Стритовича, подобные стелы установили в Новосибирске, Тюмени, Кирове, Иркутске, Ульяновске и других городах России. Открытие памятного знака в Барнауле совпало с празднованием Дня народного единства. В Нагорном парке торжественно пронесли 89 флагов всех субъектов России. К слову, Барнаул на Алтае пока единственный город трудовой доблести. На такое же звание претендуют еще три – Бийск, Новоалтайск и Рубцовск. И работа в этом направлении уже началась. Анара Шагирова, Алексей Фризин. День с толком. Кредитование малого и среднего бизнеса – одно из основных направлений работы СИПСОЦБанка. Как финансовая организация, банк был и остается региональным. Здесь дорожат каждым клиентам. Поэтому многие предприниматели края сотрудничают с СИПСОЦБанком не один десяток лет. С учетом того, что в этом году банк отметил 30-летие. Подробности далее. Говорят, в жизни и бизнесе главный – это партнер. Так вот, надежный финансовый партнер многих предпринимателей на Алтае – СИПСОЦБанк. Сергей Горлов с банком, которому нынче исполнилось 30 лет, сотрудничает около 20. И уже считает его ни много ни мало родным. Расчет на кассовые операции по платежам. Кредитование очень серьезное с любимым банком у меня. Затем, ну, зарплатные карты проекту у меня с СИПСОЦБанком. Я начал с лизинговых операций, затем открыл счет, и отношения становились все лучше и лучше. И банк именно со второстепенных своих значимостей для меня перешел в первостепенные. Родных не бросают, говорит предприниматель. Тем более, СИПСОЦБанк знает специфику Алтайского региона, потребности его бизнеса и всегда готов предложить подходящие клиентам условия, проявить лояльность и гибкость. Банк активно работает по различным льготным программам краевого и федерального уровней. Основные программы, которые пользуются большей популярностью среди бизнеса. Это программа Минэкономразвития, это программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, это выдача кредитов за счет средств краевого лизингового фонда. У нас отсутствуют штрафы за досрочное погашение по кредитам, что является немаловажным фактором. Клиенты СИПСОЦБанка получают полный комплекс банковских услуг для комфортного ведения бизнеса. Так что, выбирая этот банк, есть возможность получить друга и надежного финансового партнера на долгие годы. Лунное затмение смогут наблюдать жители Барнаула и края. Уже завтра вечером с 18 до 19 часов лунный диск станет красно-бурого цвета, что будет означать полную фазу затмения. Спутник Земли попадет в ее тень. Наблюдать за астрономическим явлением барнаульцев приглашают в планетарий. Опять же, все зависит от того, какая будет погода. То есть это очень важный фактор, погодные условия. Если будет так же пасмурно, как вот эти все дни, то наблюдения могут не состояться. Но мы, конечно, надеемся, что лунное затмение мы сможем наблюдать. Состоится ли наблюдение сотрудники планетария обещают сообщить за час до явления в своем телеграм-канале. И если повезет, на астроплощадке посетители смогут увидеть затмение Луны через телескоп. Устройство позволит разглядеть спутник Земли в 200-кратном увеличении. Посмотреть на необычное явление, говорят специалисты, можно будет и невооруженным глазом с возвышенности. Например, в Нагорном парке. Луна появится на востоке. Театр кукол-сказка впервые номинирован на Всероссийскую театральную премию «Золотая маска». Коллектив представит спектакль «Паша». Историю о человеке, который оказался в сложных обстоятельствах, в непростом окружении и пытается из них вырваться. Необычная постановка про лихие 90-е, по мнению многих, не свойственна театру кукол. Тем не менее, она нашла отклик в сердцах зрителей. Эксперты фестиваля провели сложную работу по отбору заявок. В России много театров кукол. Около 100 государственных и порядка 800 частных. Несмотря на это, Паша стал номинантом премии наряду с постановками в весьма известных образцовых театрах. Конечно, хочется маску. Конечно, очень хочется. Но пока вот это состояние безусловной радости, что мы со своим спектаклем во всех конкурсных номинациях и также наш сон в летнюю ночь вошел в лонг-лист самых заметных, самых ярких. Мне кажется, это здорово. И будет маска. Ну, конечно, хочется скрывать. Скрывать не буду. Напомним, в прошлом году «Золотую маску» за лучшую женскую роль получила актриса музыкального театра Мария Евтиева, исполнительница роли Маши Мироновой в мюзикле «Капитанская дочка». Спектакли номинировали сразу в 10 номинациях. Кстати, в этом году музыкальный составит компанию «Театру кукол». Их мюзикл «Доходное место» тоже попал в так называемый лонг-лист. Конкурсные показы спектаклей пройдут в Москве с юноря по апрель. Имена лауреатов объявят 22 апреля на церемонии вручения наград. Все закончилось потасовкой. У гостей из Екатеринбурга после встречи с местным волейбольным клубом «Университет» возникли вопросы к судейству. Игра в рамках чемпионата России высшей лиги «А» и так оказалась непростой, а по ее завершению волейболисты Екатеринбуржского локомотива выблеснули эмоции на баннер с надписью «Правительство края», сломав его. Это не понравилось хозяевам и началась потасовка, которая после переросла в словесную перепалку. Конфликт удалось предотвратить через пару минут. Однако эмоции стекли лишь в раздевалке. Сама игра получилась тоже напряженной. Команду устроили качели с первой партии. Сначала выигрывали гости, после барнаульцы собрались и отыгрались. В итоге по партиям 2-2. Пришлось играть дополнительную, и тогда удача оказалась на нашей стороне. Университет вырвал тяжелейшую победу. Следующие матчи студенты проведут на выезде 12-13 ноября против Пермской Камы. А на домашнюю площадку барнаульцы вернутся 19-20 ноября играми против «Динамо» из Ижевска. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на Ютуб. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует...